Германия готова исключить Грецию. Если в Афинах на выборах 25 января победят левые, то страна может покинуть Евросоюз. Так считает федеральный канцлер Ангела Меркель. При этом и она, и министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле готовы допустить подобное развитие событий, полагая, что общая европейская валюта справится с вызовом. С одной стороны, это может оздоровить экономику еврозоны и самой Греции, но с другой, стать первым шагом на пути к развалу ЕС. В курсе европейского дела Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. В 2010 и в 2012 годах Германия, мощнейшая экономика Евросоюза, предприняла титанические просто усилия для того, чтобы предотвратить дефолт Греции и ее выход из еврозоны. На фоне кризиса, охватившего в последние годы еврозону, для Греции не жалели никаких средств. Значит ли это, что европейская целостность была дороже денег, даже когда их не было? Ведь от этой страны, от Греции, по ряду соображений было бы выгодно избавиться. Зачем Европе такая абуза? Вы правы, евро сейчас переживает не лучшие времена. На этой неделе он практически вернулся к уровню 1999 года. 1 доллар 18 за евро. С другой стороны, небольшая девальвация европейской валюты только в интересах экономики ЕС. Авиастроитель Airbus в июле 2014 года публично призывал Европейский Центральный Банк сбить обменный курс евро к доллару. Для этой компании, продающей свою продукцию за доллары, рост курса американской валюты на каждые 10 евроцентов дает увеличение выручки примерно на 1 миллиард евро. Импорт энергоносителей традиционно считается в долларах, поэтому в эпоху дорогой нефти ЕС не мог себе позволить заметной девальвации. Если же цены на нефть хотя бы на несколько месяцев останутся на теперешнем уровне, то только Германия в 2015 году сможет сэкономить на горючем как минимум 12 миллиардов евро. Поэтому сейчас в Евросоюзе идеальная ситуация и с политической, и с экономической точки зрения для того, чтобы избавиться от абузы в виде Греции. Однако, если это произойдет, это станет началом возврата стран ЕС к утраченному экономическому суверенитету. Предположим, что все начнется с Греции, там выборы уже на носу. Следующие выборы в Испании и Португалии. А там общественное мнение все больше принимает в сторону евроскептиков. Точно такая же картина в Италии, где, согласно опросам, лидируют 4 партии, выступающие за выход из Евросоюза. Но самой большой угрозой для Европы в этом году является Великобритания. Еще в 2014 году она чудом сохранила единство после референдума в Шотландии. А в этом году пройдут всеобщие выборы, которые уже называют самыми сложными за всю новейшую историю страны. И в этом же году возможен референдум о членстве Великобритании в ЕС. Вот тогда весь союз может рассыпаться, как карточный домик. Это о политике. Чисто экономически Грецию не хотели отпускать по тем же причинам, опасаясь эффекта домино и разрастания кризиса. Проблемы с долгами в последние годы были не только у Афин, но и у Рима, Мадрида, Лиссабона и Дублина. Уход одной только Греции еврозона пережила бы без больших потрясений. И тогда и сейчас ВВП страны составляет чуть более 2% от общеевропейского. А вот уход, например, всей Южной Европы стал бы крайне серьезным ударом, от которого евро мог бы и не оправиться. И именно поэтому так страшит термин «Грэгзит» – греческий уход, по-английски «эгзит». Кстати, пару лет назад не Европа предлагала исключить Грецию, а напротив, Афины угрожали Брюсселю референдумом о выходе из зоны евро. Но, Мария, если бы Грэгзит, как вы говорите, стал реальностью, что может ждать Грецию в гипотетической ситуации свободного плавания? Что, неужели крушение? Ну, вы знаете, крушение не крушение, но в случае возврата к национальной валюте, то есть реставрации Драхмы, в Греции поначалу начнутся серьезные экономические потрясения. Вряд ли кто-то по доброй воле бросится менять стабильные евро на неизбежно падающую родную валюту. Тем не менее, для страны, которая что-то производит, хотя бы оливковое масло и брынзу – девальвация полезна. Греческие продукты и курорты снова станут дешевыми, так что поток туристов и обеспечен. Но о возврате долгов все равно придется договариваться. Так что панацеей возврат к Драхме не станет, как не станет, скорее всего, и причиной краха греческой экономики. Да и Европа, скорее всего, не пойдет по нарисованному нами пессимистическому сценарию. Она уцелеет. То есть, несмотря на все проблемы, вы верите в светлое будущее Объединенной Европы? А как же евроскептики? Мы сейчас не будем совершать длительные экскурсы в историю, но Единая Европа – это очень старая концепция. Священная Римская империя, например. На протяжении веков здесь существовало пространство, объединенное историческими, культурными, духовными ценностями. Европа всегда противопоставляла себя Азии, Востоку, а позже Америке. Но одна, пусть даже Великая Франция или Великая Германия, не может быть достойным противовесом тому же Китаю. Поэтому Евросоюз – единое пространство, населенное пятьюстами миллионами человек, с гигантским ВВП, без таможенных границ, с единой валютой – это сила глобального масштаба. И потом, Владимир, мы не забываем о культурной привлекательности Европы, о европрестиже. Как сказал Хемингуэй, Париж – это праздник, который всегда с нами. Все постсоветские и постсоциалистические страны мучительно хотят в Париж. Это евроромантики, которых мы видели на том же Киевском Майдане. И их пока больше, чем евроскептиков. Большое спасибо, Мария. Редактор субтитров А.Семкин